Я понял. Смотрите, у меня, опять же, ну, кто со мной работал, знаете, я хер его знаю, как это работает, но, типа, представьте, что я шаман, короче, я просто чувствую людей. Вот иногда, когда люди что-то говорят, у меня сразу, знаете, ёкает. Вот Аня сказала про то, мне важно себя загрузить работой. Вот давай вот эту историю развернём, потому что мне кажется, знаете, не то, что кажется, я уверен, что у многих людей, которые не достигают финансового результата, который они хотят, у них не там акцент стоит. Вот по моим кожно-жопным ощущениям у Ани акцент стоит не на результате в деньгах, а на забить себя работой. Вот отзывается ли у тебя это? Потому что это тоже деньгам, поэтому отзывается. Типа, у меня работа равно прямо деньги. И как будто бы, знаешь, откуда это пошло? Я же преподавала раньше, и там получается по часовку. Ну, типа, количество отработанных часов равно твои деньги, которые ты получил. И вот эта вот херня, несмотря на то, что я уже ушла от этой системы, эта система вообще абсолютно не релевантна в тех реалиях, которые есть, сейчас как будто бы не про часы речь, а про количество в проектах, их как бы мало, и поэтому денег мало. Ну, как-то вот где-то около так. Да, я понял. У кого отзывается то, что мы с Аней сейчас обсуждаем? Поставьте цифру 99. Вот про кого это? У кого акцент не на результат для клиента, не деньги, а забить себя работой клиентами, чтобы чувствовать себя в безопасности. Вот, типа, я нужна дохера кому, у меня 5 клиентов каждый месяц, всё, я, типа, в безопасности. Так, отзываются. Окей, смотрите, в чём тут прикол. Собственно, я в этой же истории находился, и тут проблема восприятия какая, то нам кажется, причём это кажется, оно сформулировано там нашими там родителями, там окружением, там то, как мы до этого зарабатывали деньги, нам кажется, что имитация бурной деятельности равно деньги. Херня полная. Потому что вот тут присутствует Дима, с которым мы работали на проекте одного известного там эксперта, так скажем, да, вот. Вот эксперт-миллионник, да, я на проекте проработал 5 месяцев. И вы знаете, что я вот осознал ключевое для себя, да, что люди иногда играют в игры, причём даже те люди, которые зарабатывают 10, 20, 30 миллионов, или до этого зарабатывали такие деньги. Причём игры разного уровня. Вот у того эксперта, с которым мы работали, у него та же имитация бурной деятельности. Он нанял херу тучу людей, да, он там что-то делает, сам что-то делает, научные исследования, то, пятое, десятое, а в деньгах не прибавляется. И сначала я думал, что проблемы в маркетинге, потом я думал, что проблемы в продажах, а потом я думал, что проблемы в собственнике, да, потому что, когда мы уже начали обсуждать конкретные шаги, что нужно сделать, он дал заднюю. Он говорит, не, мне это не надо, мне и так прикольно. И вот это мне не надо, мне прикольно, оно почему? Потому что ему небезопасно шагать туда в рост и в развитие. Дальше я себя спрашиваю, а почему ему небезопасно туда шагать? И дальше уже вылазит его там проблема, да, но не буду его проблем обсуждать, да, вот давай про тебя поговорим. В чем у тебя ассоциация небезопасности в росте в деньгах? Если у тебя, например, один клиент, который тебе заносит 10 миллионов, а не 10 клиентов по миллиону или там 100 клиентов по 100 тысяч, в чем тут небезопасность для тебя? Объясни. Нет, знаешь, как я не количественник, ну, то есть я в последнее время вообще на качество работала. То есть я брала одного клиента, дала два-три месяца для того, чтобы дать им, ну, типа, классный продукт. Мне было вообще все равно. То есть я... Да, смотри, ты же говоришь, я хочу больше денег, да? Когда ты работаешь с клиентами, ты вот хочешь веришь, хочешь нет. Это вопрос готовности. Вот когда я начал быть готовым просто внутри брать клиентов на миллион, эти клиенты посыпались. Причем из тех же клиентов, которые, я думаю, никогда не оплатят. В чем твоя неготовность? Давай так сформулируем. В чем твоя неготовность брать не там по 300 тысяч рублей, там, 2-3 клиента, а там 1-2-3 миллиона? В чем тут у тебя затык? Как будто бы тут вопрос ценности встает. Ну, типа, я на 250-то продать не могу, а тут на алям. Ну, типа, это же так, пытаясь через деньги продавать, через разные смыслы клиентские болячки и проблемы. А тут как бы на миллион продать эту историю, когда на 250 тяжело продается. Ну, типа, у меня не встает в голове. Окей, смотрите, ребят, вот в идеале, если вы будете прям фиксировать то, что вам отзывается, вот когда я веду разборы. Вот прям записывайте, это прям пипец как важно будет. В конце обсудим прям инсайты. Вот инсайт для записи. Вам не надо убеждать клиента в том, чтобы у вас купили. Потому что, когда вы пытаетесь убедить, вы в какой позиции находитесь, как вы думаете? Вот клиент, вот вы его убеждаете. Вот в чем отличие партнерской коммуникации от убедить? Убеди, купил меня, да, доказательственно. Когда вы играете в игру доказать, вы всегда снизу. А как относится к экспертам, которые просят 3 миллиона, но находятся снизу? Вопрос вам. Второй момент для записи. Вот прям второй инсайт. Ни в коем случае не надо мыслить вашими реалиями. Вот для тебя 3 миллиона пиздец много. Для клиента, который 10 миллионов зарабатывает в месяц, это треть от того, что он зарабатывает в месяц. И если ты к нему приходишь и даешь ему решение за 300 тысяч, это лишь одна десятая или одна двадцатая его заработка. Ему это не ценно. То есть вопрос не в напихать ценности, чтобы себе продать, что я стою 3 миллиона. А нужно клиенту показать, что это стоит 3 миллиона. Это разные вещи. Вот то, что ты делаешь, это ты себе пытаешься продать, что я стою 300 тысяч или миллион или 3 миллиона. Но не клиенту. Потому что у клиента своя парадигма. У него свой контекст. Понимаешь, что я говорю? Понимаю. Я же тоже стараюсь, стремлюсь подходить с позиции клиента. Типа у тебя будет столько-то работы, ты заработаешь столько-то бабок. Ну то есть это же мой профит твой, а не мой. Ну как бы ты должен быть заинтересован в том, чтобы... Ну то есть когда клиент залетает условно с тем, хочу масштабироваться, хочу в бизнес-систему, я ему даю систему. И она стоит дорого. Это сложно понимать. Еще момент, который вылазит. Извини, я быстро делаю, потому что людей много. Потом тебя догонят. Потом догонят то, что я говорю. Следующий момент, который я вижу. Ты играешь в конкуренцию с клиентами. Вот я в чате вижу, не хочет, не надо следующий. Это знаете, я такая красотка, иди. Следующий. Вот позиция конкуренции чем херовая в продажах? Потому что когда вы меряетесь с причинным местом, особенно женщины, которые отращивают себе тоже причины места, и мерят с этим причинным местом с клиентом, нахера клиенту с вами мерить? Скажите, ему нужна помощь, поддержка, ему партнер нужен, а не, знаете, спарринг-партнер. Ему нужен помощник. Когда вы встаете в позицию, а, пошел нахер, я в этой позиции был, я работал, там можно зарабатывать деньги, но, знаете, это стресс, выгорание, и там много денег нет. Вот однажды, когда я ходил на разборы к одному коучу, он мне очень прикольную фразу мне подсветил. Он сказал, Макс, ты хочешь быть Майком Тайсоном или Касом Деомато, тренером, который Майка Тайсона сделает? Я задумался. И вот задумайтесь сейчас, вы когда продаете, вы Майк Тайсон или тренер Майка Тайсона рядом с клиентом? Это разное, потому что если вы Майк Тайсон, то вы вызываете клиента на спарринг, понимаете? И в этой позиции к вам какие клиенты придут? Жертвы и слабые, а у жертвы и слабых денег нету. Помимо того, что у них денег нет, у них еще и желания что-то делать нету. Вот кто сталкивался с клиентами, которых нужно тянуть за шкирку? Знаете, типа, блядь, давай-давай, поставьте цифру 97, потому что у вас такая позиция. Все идет из психологии, вот 100%. Любые продажи, любая коммуникация, она строится с психологией, как вы себя ставите. Тут вообще речи не идет о вашей ценности, экспертизе, опыте, портфолио и так далее. Вот вы себя поставили, типа, я царь-бог, если вы царь-бог, к вам придут рабы. У рабов денег нет, у них нет мотивации, то есть вы будете чем заниматься? Вы будете не бизнесом с ними заниматься, а вы будете их поддерживать, сопельки подтирать, попочку вытирать, да? Ну, можно так работать, конечно, но это не миллион рублей, понимаете? Отзывается то, что говорю? Да, да, да. Окей, для тебя какой, собственно, инсайт, да, вот, главный? Я тебе советую, вот, когда я буду разбирать других, либо после этого разбора сесть на листочке и прям ответить себе на вопросы. А что я транслирую клиенту? Своим поведением, своим оффером? Вот какие мета-сообщения я передаю клиенту? Он какой рядом со мной? Вот ключевой вопрос. Какой клиент рядом со мной? Не какая ты, классная, а какой клиент рядом со мной? Как он себя ощущает? Кем он себя ощущает? Вот ответь прямо на эти вопросы. У тебя очень много осмыслений придет, вот, сто процентов тебе говорю. Ок? Да, да, спасибо огромное. Супер, спасибо. До конца все сидим, даже если вас разобрали. Так, окей, спасибо, давайте дальше.